здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске даже непонятно зачем наши заклятые коллеги и партнеры санкции водят если верить лучшим людям города то в этой стране как они выражаются и так ни одного приличного самолета нет и не предвидится эсминец defender когда избавиться от заикания после встречи с нашей авиации точно это все подтвердит правильно говорю правильно говоря пожалуйста ну что спорим что это правда или не совсем без совесть на врут рубрика как нам обустроить прекрасную россию будущего не в супер jet корм минпромторг хочет 2 триллиона на авиацию в ведомстве составили план по продвижению и продаже отечественных самолетов но нужно чтобы было что продвигать пишет на сайте свободная пресса уважаемая мария бесчастная в минпромторге российской федерации подготовили план по выводу на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов который обойдется государству в 1 и 8 триллиона рублей инициатива предполагает выпуск 735 гражданских воздушных судов до 2030 года в том числе ил-114 мс-21 байкалов сухой супер jet 100 и л-410 а также разработку пяти типов вертолетов председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета росс страннадзора экзаминистра гражданской авиации ссср олег смирнов убежден в том что тратить большие средства на восстановление самолетостроения необходимо но детали проекта минпромторга вызывают вопросы даже непонятно где больше рады подобным публикациям в оппозиционной тусовочки или в боинге и airbase потому что там с девяносто первого года стоит задача жестко мочить все что связано с отечественным авиапробам причем отмазку оппозиции что они мог критикуют эту страну потому что любят ее безумно и сплошного добра желают мы тоже с девяносто первого года слышим любишь бояриню люблю безумно а то проект мс-21 у нее почему-то многострадальный и вывод понятен лучше берите боинги и airbase а то тоже пострадаете напомним однако что как только пришла новость о санкциях перекрывших поставку композитов для крыльев мс-21 то уже через пару месяцев в другой новости сообщили что налажено производство из отечественных композитов так что не все в этом мире происходит по воле запада то же самое и с двигателями как только запретили поставку импортных уже через четыре месяца выкатили прототип с нашими отечественными по d14 и вот вопрос вы правда думаете что за три-четыре месяца можно разработать новые композиты для крыла и новые движки дескать до этого бестолковое правительство сидела ничего не делала разведка не докладывала о готовящихся санкциях а потом раз и за два месяца новый движок готов неужели вы правда так думаете понятно же что и двигатель и композиты потому и были уже готовы что санкции ожидали просто временно использовали импортное чтобы спокойно довести до ума свое но импортное перекрыли чуть раньше вот и выкатили свое быстрее чем планировалось очень быстро и самое прекрасное то они в статье пишут что якобы активность в создании отечественной авиации от того что деньги надо попилить из фонда национального благосостояния а потом они же пишут что восстановление гражданского самолета строения это не чья-то хотелка а вопрос национальной безопасности изумительное переобувание одновременно и ненужный попил денег и жесткая необходимость национальной безопасности и все это в одной статье и как же вы только умудрились то сразу на двух конях сидалища не хватит друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите чао